приветствую вас на канале восторг сегодня хочу вам рассказать что нужно срочно сделать томатам для того чтобы они дали и хороший урожай и наращивали листовую массу и хорошо цвели что важно не пропустить какую процедуру нужно сделать смотрите вот покажу вам на примере этого томата тут хорошо уже видно видите между листьями у них выросли пасынки вот везде эти пасынки по сантиметра 3 вот некоторые 4 эти пасынки очень тормозят развитие томата очень тормозят но здесь есть нюансы тоже как лучше это делать во первых не все томаты дают так много пасынков и сразу же такие обильные во вторых вы должны знать какой у вас сорт если у вас сорт детерминатный который не требует пасынкования вам эту процедуру делать не нужно так как на пасынках будут образовываться плоды так как я оставляю свои томаты только в два ствола буду вести то естественно мне необходимо сделать это не дожидаясь когда они вырастут там пять сантиметров это уже большой размер поэтому мы берем вот так вот я обычно делаю без перчаток просто ногтем так откусываю можно отрезать но для меня это долго отрезать и вот так вот эти пасынки все оставляю и теперь мой томат будет развиваться быстрее лучше и набирать и корневую массу и листовую массу что нужно знать так как я оставляю в два ствола вот где они уже идут маленькие я уже их трогать не буду мне нужно дождаться цветочную кистью и тот пасынок который будет под цветочной кистью его я буду оставлять это будет мой второй ствол и в последующем все остальные стебли которые будут нарастать у томатов тут еще не очень большие такие я буду их тоже самое с ними делать вот видите сейчас я быстренько пройдусь и все все абсолютно томаты сделаю им такое потому что если эти пасынки вырастут побольше притормаживается то что мне нужно верхняя часть томата и получается мы на ту массу которая вырастет у нас пасынки недополучим листовую массу которая будет питать и вверх стебла наш томат поэтому не пропустите этот момент и обязательно обратите на это внимание и пройдитесь у кого уже есть пасынки позабирайте еще раз повторю что не у всех сортов эти пасынки есть если у вас пасынков нету значит хорошо у вас сорт который не требует вмешательства такого быстрого вот у меня такой же самый томат размером как тот но видите у него пасынки только-только начинают зачатки образовываться поэтому этот томат я не трогаю пока он себе растет спокойно дожидается своей очереди смотрите а вот здесь вот томата практически нету пасынка видите маленькие а вот то что я вам говорила под цветочной кистью основной пасынок который я буду оставлять для плодов в дальнейшем вот он видите какой большой смотрите то есть видно что это главный пасынок то есть если вы оставите какой-то этот пасынок или вот еще ниже видите как медленно не развиваются то есть вот это вот под цветочной кистью это основной пасынок который и будет завязывать нормальные плоды эти тоже можно можно оставлять но они настолько медленно будут развиваться что вы с этих ростков с этого главного пасынка снимите уже несколько раз урожая это только будет вам завязывать смотрите здесь то же самое видите то здесь пасынка практически нету вот есть они ну такие маленькие крошечки вообще а вот основной пасынок который под цветочной кистью он идет главный то есть формировать томаты очень легко они сами себе показывают и говорят что с ними нужно делать только нужно к ним присмотреться подписывайтесь на канал ставьте лайки моим томатом будете в курсе событий много нового интересного необычного буду показывать и рассказывать пока пока все хорошим урожаев до свидания